Татьяна Игоревна Михайловна есть с тяжелых емных соревнований и энергии ферми в транспортной церкви. Я буду рассказывать о подписании периферических соревнований тяжелых ем и реакциях ферми в рамках транспортной церкви. Периферические соревнования при энергии ферми. Потому что это очень такое может быть исходное средство для выключения ядер в торевке в области нестоверности. И этим реакциям они поддерживаются тем, что они дают возможность получать в себе записи. Тут много моделей, которые описывают эти реакции. Модели срыва подхвата, модели фазового пространства хипсе, глубоко неупробные передачи. В этих моделях есть какие-то параметры. Транспортный подход в нем практически нет параметров, но можно сказать, интеграл столкновений в принципе можно варьировать, его можно отключать и включать. То есть он дает просто возможность посмотреть, какой же механизм реакции. сравнивая с теми расчетами, которые мы проводим, мы можем посмотреть, как реакция идет по этому пути или какие-то другие механизмы. Здесь представлены результаты экспериментальной группы 2002 года. У них очень характерны скоростные распределения с максимумом на скорости налетающего иона. И это как-то не слишком хорошо описывается теорией пока. И к тому же выходы этих реакций и формы этих скоростных распределений, они не слишком зависят от ядра мишени. В них как бы есть черты ядерных реакций уже приоритетистов, даже энергии, в которых все фрагменты их скорости, примерно равной скорости налетающего иона. Но имеется такой вот длинный спад в области меньших скоростей. Что такое транспортный подход? Расчеты, в зависимости от времени, от трефолки, они точны, не требуют массу времени и памяти машинной. А если мы перейдем от зависимости от времени, от трефолков его полу-классическому приближению к уравнению Власова со средним полем, то мы надеемся, что мы опишем примерно ту же самую физику. Чтобы уравнение Власова работало, чтобы можно было пользоваться, должно выполняться условие, что среднее поле меняется достаточно медленно. В среднем поле мы параметризуем ядерную часть берем параметризации спирмы, кулон и член симметрии. Мы используем мягкое уравнение состояния в члене симметрии. Уравнение Власова это уравнение на функцию распределения. Чтобы компьютерно представить математическую функцию распределения, мы используем метод пробных частиц. Если бы пробные частицы были дельта-функциями, тогда уравнения на их движение были бы просто гаметонскими уравнениями. На самом деле работать с дельта-функциями очень трудно, если невозможно, поэтому мы работаем, можно работать с гауссовским распределением, мы работаем с треугольными распределениями ради экономии времени. И тогда у нас здесь появляется уже некая сводка функции распределения пробной частицы в пространстве и нашего потенциала. Ну, это техника. Член интеграста обновения учитывает принцип Паули, мы проверяем каждый раз при столкновении, при рассеянии двух пробных частиц, нет ли у нас уже частиц в том состоянии, в котором рассеивается одна из сталкивающихся частиц. Вот здесь у нас входят некие параметры, которые связаны на самом деле с феноменологическими параметами, они связаны с экспериментальными данными. вероятность столкновения зависит как от расстояния между управными частицами, так же и от их скорости, включают эти параметры. Вот это о том нашей модели. Что же мы получаем? На данном рисунке представим пример распределения плотности в пространстве среза, данные четыре среза по времени для двух реакций. Аргонно-Тантан и Аргонно-Дерилли при 57-ми Мелых Моноклот. Как я уже сказала, мы сравниваемся с последней статьей на эту тему китайской статью 2019-го года. Наши вычисления и их экспериментальные данные. Как видно, что если в нашей модели мы получаем, что все-таки эти две реакции должны быть выглядеть по-разному. Давайте разный результат, потому что если мишень большая, то прямая кинематика, как называют экспериментаторы, то время взаимодействия двух пионов гораздо больше, и процесс должен быть более дисципатичным, чем в случае легкой миши. миши. Но работать с такими картинками неудобно, поэтому имея распределение пробных частиц в пространстве, я забыла сказать, что каждая пробная частица может быть стоило, конечно, больше сказать от основных состояний. миши. Сначала мы формируем ядро мишени, ядро наветающего иона с тем, чтобы основное состояние его соответствовало состоянию формулы Бетта Мальдзекера, включая фермы движения нуклонов и берем количество пробных частиц равное или 50, количество нуклонов ядрёв нужны на 50, на 100, ну, можно на 400 взять, всё зависит от того, от мощности компьютера, так скажем. Это не значит, что мы каждый нуклон делим на 50 или 100 частиц, нет, мы заполняем пространство, мы создаём функцию распределения. Каждая пробная частичка имеет заряд, и она имеет и заряд, и изоспит. То есть мы можем посчитать количество протонов, нейтронов, и определить фрагменты. Какие у нас фрагменты, сколько у нас фрагментов в конечном состоянии и каким нём они соответствуют. Ну, вот тут представлена формула, как мы это делаем. Мы, повторяем вычисления для разных прицельных параметров, суммируем свисание и получаем выходы тех или иных фрагментов. Но фрагменты, которые мы получаем, они, конечно, получаются возбуждённые. И вот наша задача была определить эту энергию возбуждения не из каких-то феноменологических, не из сравнения с экспериментом, а вот прямо из этой транспортной диоды. Проблема состоит в том, что когда мы формируем ядро, оно, это состояние не является собственным состоянием гамильтониан. И поэтому энергия внутренняя, она меняется. Как в такой ситуации можно определить энергию возбуждения? Энергия в нашем подходе сохраняется. Мы можем вычислить внутреннюю энергию фрагмента. И поэтому мы сказали, что мы можем вычислить эту энергию и в начальный момент, и в конечный, в любой момент времени. Но что брать за энергию основного состояния фрагмента? Он говорит, что энергия основного вот на рисунке мы видим, что для реакции аргонной берилли у нас произошло разделение при времени 80 фрагмент на скорость света. Для реакции аргонных тантал у нас еще фрагмент не отделился. То есть нам, чтобы понять, какой фрагмент получится в результате реакции, надо досчитать по крайней мере ряда времени в столбе на скорость света. Тот момент, когда у нас уже фрагменты разделились и они уже не чувствуют ядерных сил друг между другом мы называем фризанты. Может быть, это не слишком точное определение, может быть, некоторые но мы так называем. Так вот, если бы мы взяли, предположим, мы получили фрагмент серо-34 во время фризанты, тогда мы определяем, какая бы внутренняя энергия была у данного фрагмента, если бы он у нас, если бы мы его создали в момент времени Т0 и следили бы за ним, до момента времени Т80, фирменная скорость света. Вот это мы называем основным, энергией основного состояния, предположим, серо-34. Так мы определяем и мы вычитаем эту энергию из внутренней энергии фрагмента, получившегося в реакции. Что мы получаем? Здесь представлены результаты для двух реакций. Аргонный пантал, черный, аргонный береги синий и все тоже энергия 57-м в углу. Описание реакций периферических ядерных столкновений при энергии фирмы в рамках транспортной модели дает возможность предсказать изотопное распределение, может быть, не самых нейтронно-избыточных, но как бы в среднем мы даем описание, а скоростные распределения мы описываем только диссипативную часть. Продолжение следует...